Музыка Самое страшное, что жители города равнодушны. Вот это меня больше всего пугает. Мамы не могут получить свидания со своими детьми. Детей, как страшных зверей бешеных, держит в каком-то страшном аквариуме до потери сознания. Там просто нет воздуха. Папа предлагает туда хотя бы вентилятор. Это нельзя. Судья ведет себя безобразно. Равнодушие, жестокость, жесткость, с которой относятся к этим детям. И внимание невероятное к потерпевшим ОМОНовцам. У одного зуб там немножечко скололся и не помнит, кто ему это сделал. У другого рука идет вообще вранье, бесконечное вранье. И та провокация, непонятно, кто ее сделал, но ведь дознаются. Рано или поздно дознаются, что были провокаторы. И вот эти вот дети, которые сидят в этой клетке, как какие-то страшные, бешеные животные, опасные для жителей города. Ведь это же все раскроется. Ну, люди, придите, помогите. Нельзя бросать этих ребят, которые вышли тогда на площадь с открытыми сердцем, со светлыми глазами. Нету никакого насилия, ничего нет. Почему они сидят за решеткой и им еще угрожают? Одному пять лет, другому десять лет. Люди, придите, надо всем вместе нам разобраться в этом безобразии и в этой жестокости нечеловеческой. Где мы живем? Слушайте, надо в этом разобраться. Придите, пожалуйста, неравнодушные, придите, помогите мамам. Им очень страшно, им даже не дают свиданий. Дети не слышат, не слышат, что говорит судья. И никто ничего палец о палец не ударит, чтобы те, на которого валят страшную вину, они расплатят за свои свободы, они даже не слышат, в чем их обвиняют. И не хотят поставить, не усилить. Приходит какой-то... Я не знаю, что это за журналист Минаев, который на телевидении ведет? Минаев Лайф, Минаев Лайф, у него был телеканал. Батюшки, и этот Минаев вот этой своей провокационной речью может засадить... Сколько их, 20 человек? Может засадить тюрьму, лишить свободы? А совесть? А крест на тебе есть, Минаев? Не позорь, не позорь журналистскую братью. Приходите. Редактор субтитров А.Семкин